Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Из данного видео вы узнаете о торговых возможностях индикатора Bollinger и о том, как наиболее эффективно включить его в свою торговую стратегию. Данный индикатор предназначен для определения рыночного тренда, волатильности торгового инструмента и, конечно, для генерирования сигналов на открытие сделок. Для того, чтобы добавить индикатор на график, выберите его из списка доступных индикаторов. В торговом терминале компании Amarkets он предустановлен в платформу и вам не нужно будет скачивать его дополнительно. Данный индикатор представляет собой три линии, нанесенные на график цены. Одна из них, находящаяся в центре, соответствует скользящей средней, параметры которой можно выбрать в момент прикрепления индикатора к графику. Две линии по краям построены на основе отклонения от средней цены и являются ближайшими ориентирами для цены. По большому счету, цена всегда находится внутри диапазона линий, что помогает наглядно определить направление тренда, а также дальнейшие перспективы торгуемого инструмента. То есть, если цена пробивает среднюю линию снизу вверх, то с высокой долей вероятности дойдет до верхней линии Боллинжера. И наоборот. Теперь на реальных примерах разберем удачные моменты для открытия сделки на основе линий Боллинжера. Первый тип сигналов появляется при пересечении ценой средней линии Боллинжера. Данная ситуация аналогична пробою важного ценового уровня или простой скользящей средней. На графике видим, что после пробоя ценой уровня сверху вниз начинается длительный нисходящий тренд. Второй тип сигнала похож на стандартный отбой от уровня цены или скользящей средней. Только в данном случае сопротивлением выступает средняя линия Боллинжера. Либо одна из крайних линий. На том же графике видим, как цена отбивается сначала от верхней границы индикатора, а затем чуть позже, уже от средней линии. Интересно, что данный индикатор позволяет торговать и против тренда, так как после соприкосновения с одной из крайних линий цена с большой долей вероятности возвращается к средней линии индикатора. Хотя торговать против тренда, конечно, не рекомендуется, особенно начинающим трейдерам. Также линии Боллинжера весьма полезны в условиях бокового тренда. Когда сами линии индикатора располагаются горизонтально, стоит продавать от верхней линии и покупать от нижней линии. Подобные моменты также видим на графике. Важный плюс использования данного индикатора в том, что очень просто определить уровень постановки стоп-ордера. Он размещается за той линией, которая предоставила сигнал к открытию сделки. Как мы могли убедиться на примерах, линии Боллинжера очень полезны в любых рыночных условиях и могут стать основой прибыльной торговой стратегии. Надеемся, данное видео было вам полезно. Всего доброго!